Здравствуй, зритель! Мы начинаем новую серию с битвы с Огром. У меня нету тяжелой артиллерии, но если на дракона и бутылку с маслом, бутылку масла мне жаль. Бить огнем в мокром месте, наверное, не особо-то и разумно. Панцир его завалил? Молнией! Панцир просто у нас супер боевик. Но этот же не в шлеме, поэтому да, его нужно бить по голове и все будет хорошо. Ммм, сбивает. Я могу на руку ему запрыгнуть. Он меня просто с махом руки свалит. Карабкаемся, карабкаемся, держимся. Станина на исходе. Карабкаемся, что я не могу. Как я буду стрелять ему панцира, если я ни разу не стрелок? Ты как будто не знаешь. Карабкаемся, или не обработу. Стоять по-мот~! Продолжение следует... 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 сколько хлама панси тоже тяжело мы оба нагружены но если прижмет начнем выкидывать что за кольцо фиалки посмотрим магические кольцо изображающие пурпурную фиалку обеспечивает защиту от поражения электричеством будет что дальше по заданию роджин одиночной экспедиции как это попал на руины пропал за потащить его а не во-прежнему нужно его искать где где-то в этой части руин значит здесь только начало всего еще и победа над ограм еще не означает прохождение квеста а так это же вот я его нашел положите хас лету о гибели джина увы с братом все печально закончилось а он мне как пить дать скажет ты же нашел ключ иди теперь сам в этот храм и мне придется возвращаться так и будем туда-сюда ходить на ящер внизу наверняка живой могу я вообще туда в эту воду спуститься могу она заканчивается это печально из моря да хорошо если нырнете слишком глубоко потеряете сознание вас вынесет на сушу далеко в другом месте хорошо но квеста у меня да я просто быстро переместился к началу подземелья ладно это меня в целом устраивает но сюда я получается пока спуститься не могу не исключено что мне нужно будет как-то в воду здесь отключить чтобы дальше потом проходить и пользоваться тем ключом который у меня есть а сейчас направляемся к выходу и опять отмахиваемся от поторопился с переключением серии диван надо было вот здесь было более логично закончить прошлый раз я перед огром но я ожидал что огорода только начало подземелья и думал там будет еще долго всего хорошо я не допущу чтобы вы смирать было напрасной сэр и сделаю все что смогу пожалуйста не могли бы вы смотрите на руины вместо него воскресший да был мог обрести покой знает что его работа была закончена я прошу вашей помощи сэр ага и нас направляют обратно исследовать руины ну что ж я зря переживал серия на этом логично продолжается и мы возвращаемся так и будем бегать на и туда-сюда заниматься ну что пошли только сохранится надо ну что ж заходим в пещеру обратно остается надеяться что не респавнится все что там проживает ну судя по отсутствию летучие мышей нет все таки респавн не произошел и мы можем спокойно дальше исследовать все сохранюсь к я на этом месте а нет смотри крысы возродились да что-то круглое это то что мы нашли ключ добавляемся фонарик нужно а у меня просто потухший был ух ты вот это маскировка что-то здесь можно было собрать на похоже по нему уже подхватил вон там еще один невидимый впереди вижу притаился вижу невидимого а воду да мы здесь сунуться не можем туда бы как-нибудь бы пробраться или можем нет 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 все я понял сундук чуть не проворонил талисман мученика что это такое на время увеличивает опыт а давай хотя может быть надо было в другом месте где будет много противников что-то не подсказывает что их здесь еще будет большая комната а колдуна в первую очередь надо снимать отсечка отсечка еще один. И тридцатый уровень. Великолепно. Агат! А колдун-то еще живой. О, это ненадолго. Мандракора. Спасибо, панса. Много трав, к счастью, здесь есть. И немножко руды, но чтоб мы уж совсем отяжелели. Медная. 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 Серебряная, напоследок. Только хотел сказать, что у нас тут медная жила, судя по всему. Сюрко. Прямо-таки попадается с завидной постоянностью. Это Сюрко. И вот это, судя по всему, кнопка, на которую надо вступить и спровоцировать что-то малоприятное. Отходи сразу, панса. Ага, мы опустили воду. И теперь можем возвращаться, чтобы исследовать открывшийся нижний ярус. Ох, как быстро стамина утекает. Было бы какое-нибудь зелье, которое повышает грузоподъемность, ему бы цены не было здесь. Так, ну и вот здесь же я могу сразу наверняка спуститься сейчас. Да, и сразу выйти под тот зал. Угу. Это лестница, которую мы видели, она в воду вела. Ящики. Ничего. Ну, просто ходим, спеша осматриваемся. Водное дно. Смотри, рыбка плавает. Панса бафает, значит, он битит врага. Сундук. Обломок алтаря. И я уже неподъемный. На дамага в первую очередь. Без времени. Мой фонарь снова потух. Мандрагора. Я не могу ничего уже взять, но мне нужно подлечиться. Поэтому... Корень очень выносливый травы. Давай-ка мы сразу пробежимся и повыкидываем весь хлам. Ну или поиспользуем по максимуму. Ох! Пансе сразу скидываю. Очень тяжелый обломок алтаря. Хотя он тоже уже нагружен. О! Надо повыбрасывать все. Выбросить. Вот вроде бы все не тяжелое. Кожа ящера. Вроде бы... Выбрасывать-то нечего. А нагрузка. Ух ты! На меня носил призрак. Пансе, можешь его снять? Так, это призрак, да? И он сейчас снова материализуется. И он сейчас снова материализуется. Но меч все-таки наносит ему урон. К счастью. Возможно, потому что он под бафом. Да, как только баф с меча свалился, призраку я ничего сделать не могу. Давай, Пансе, что-нибудь баф имени сюда. А есть у меня что-нибудь, что может ему навредить? Ни огня, ничего. И он еще и лечится, смотри-ка. Все, мне конец? Судя по всему, да. Ага. Это я снова только еще на... На первом невидимом ящере. Так, что мы там делали? Мы выкидывали все ненужное. Что я создал? Микстуру из лишайника. Хорошо. Покровый отвар. Созревший целебный чай. Пенька. Нет, это мне не нужно. Ладно, пошли. Сидимый ящер. Ящер готов. И идем к скелетам. Да, в первую очередь колбон. Иди. Треть. Ящер готов. Так. Ага, вот это вот я зря беру. Да-да-да, вода спускается, а мы возвращаемся. Подожди, пока подхилится панца. Отсюда мне пока что, наверное, кроме трав, не требуется вообще ничего брать. И это вот сюрко надо выбросить. И пора уже прекращать всякий хлам собирать, верно же? Все, что мне нужно, это травы на лечение, на стамину, причем именно травы, они полегче, чем всякие эти рыбы и прочее мясо. И минимум ненужных вещей с собой носить. Так, здесь сундучки. Обломок алтаря. Вот он тяжелый, но, судя по всему, нужный. И вот он, наш друг-призрак. Панца, мне нужно баф. Здесь я уже не помню. Охотничий жилет. Тоже совершенно ненужная мне вещь, которую я сразу отдаю в панце, и что-то там еще, камень, да, тяжелый? Шапка. Так, ну-ка. Я могу это использовать сейчас? Нет. Значит, отдаем. Среднее количество здоровья. Все, баланс веса изменился, теперь уже очень тяжело панце. Да, могу здесь сохраниться, отлично. И давайте, где там все остальные ваши ребята? Что в сундуке? Серега очищения. В первую очередь колдун и призрак, если появится. Банца, вставай. Банца. Банца, вставай. Ну, в этот раз, вроде бы, все получше прошло. А призрак был где-то здесь, ведь, верно же? Череп мне не нужен. Ну, по крайней мере, сейчас. Заметки о циклопах. Тоже, наверняка, тяжелая и не очень-то полезная штуковина. Такая трактата путь льда. Льда. Хорошо. Почитаем потом. Почему? Я не могу. А, у меня фонарь светится, но светится плохо, потому что его нужно заправить маслом. Пришла пора. А, у меня фонарь светится. И куда мы здесь выбираемся? В новое интересное место. Еще один обломок алтаря. Судя по всему, моя задача собрать их все, но с учетом их веса. Это, может быть, и не самым интересным заданием. Или, правильнее сказать, не самой приятной задачей. Рыбка. Что я там говорил? Травки только легкие. Носить с собой никаких рыбок. И забираю рыбу. Отлично. Я больше не могу. Ну, давай. Идти на здоровье. Главное, чтоб туда не скинул. Ух ты. Скинет. А это, похоже, и не босс совсем. Остекаем ноги. Да, это такой проходной алтеклоп. маленький, не особо сильный, никаких прочных костей, только травы. И я снова на уровне неподъемно. А что еще выкидывать-то можно? Инструменты. Ага, это было все понятно. Давай, панцы, бери себе. Просто руководство древней пешки. Ну, по крайней мере, я больше не неподъемный. Мы вернулись сюда. И что у меня здесь по карте-то показывается? Раз, два, три. Вот эту часть я не исследовал в достаточной мере. И там, видимо, третий обломок алтаря, который мне и требуется найти. Это вот здесь. Да, он здесь. Я снова неподъемно. И ничего не могу взять. Ладно, что здесь хотя бы есть еще чистая ткань. Можно ли она мне? Ладно, не будем загружаться. У нас есть три объема обломка алтаря. Следовательно, нам нужно просто идти туда, где с этим алтарем что-то можно сделать. С этими обломками. Возвращаемся сюда. Ух, стамина кончается. Очень быстро, буквально мгновенно. Надо съесть все, что меня загружает. И тогда мне будет полегче бегать. Так, я же правильно вышел. Мне нужно сюда. Так, все три обломка я собрал. Это вход. Что дальше? Исследуйте развалины вместо джины и принесите обломки найденных табличек Хаслету. Пять табличек. Черт возьми, мне очень многое нужно выбросить к чертям собачьим. Она же легкая. О. Аж 950. Мне еще две нужно найти. Выбрасываем все у панцира. Нет. Наш 1. Кажется, как вы. О. Тема. Экипы. Да. Между кором. Тема. 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 Что еще панца может выбрасывать тяжелого? Выбрасываем камни и руту, ну или руту пока придержим. Продолжаем. Пансия уже стала полегче, чем мне. Продолжаем. Значит, нам нужно найти еще два обломка. И для этого нужно идти сюда. Где-то здесь они должны быть, внизу. Сундук. Стеганный доспех. Разгрузился называется, да? Вот еще один, судя по всему, охраняемый этими скелетами. Обломок алтаря неподъемно. Великолепие. Что там за стеганный доспех? Мне достался. Для своего веса имеет неплохую защиту. А пансия у нас годится? Тоже не сгодится. Так, выкидываем. Нам нужно еще один кусок алтаря найти. Потом как-то выбираться со всем этим весом. Судя по карте, он где-то здесь должен быть. Круги мотаем. А, ну вот же он. Давай, вернемся и доложим. Наверное, нам лучше там через верх пройти. Руду я все равно взять уже не могу. Если только нас без приключений отсюда выпустят, чтобы мы могли вернуться и доложить. ты, панса, этот момент не учитываешь совершенно. Опа! Чуть не упал. Немного помещаю свою злость на несчастной бочке с огнем. И если этот парень на выходе мне сейчас скажет, о, отлично, обломки, а теперь иди обратно и собери их там где-нибудь, поставь на алтарь, я буду вне себя от бешенства. И богу. Просто вне себя. Эй, монашек, ты где? Привет. В подобных местах часто можно найти гравированные дощечки и другие древние тексты. Некоторые из них могут обладать огромной важностью. Если вы найдете что-то подобное, пожалуйста, принесите мне. Зачастую время разрушает эти дощечки. Важно, чтобы вы нашли все части одного целого. Слава богу, он их забирает себе. Мне сразу стало легче. Когда дощечка полностью собрана, текст становится ясен. Мне не будет покоя, пока его значение не будет расшифровано, сэр. Ради брата Джина. Вера поможет мне в этом. Можете быть уверены. Иии... тут же появилась команда экспедиции, которая, собственно, на валах вывозит эти дощечки. Благодарю вас, Воскресший. Я сам доставлю печальные вести о жертве брата Джина, отцу Джеффри. Джоффри. Это не ваша вина, сэр. Вы отлично справились со своими обязанностями, и отец об этом услышал. Прошу, пусть это не ляжет камнем на ваше сердце. Иди, расскажи сэру Максимилиану о нашем успехе. Ты знаешь, брат Хаслит, лишь бы это не легло грузом на твое сердце, ведь это ты трусливо сбежал и остался снаружи. А мне теперь ясно, что надо на этом задании. Так, я стал полегче. Здесь есть гоблины. Для завершения с ними разбираемся и отправляемся в Кассардис. Да-да-да, гоблин. И здесь у нас главарь гоблина. А вот и все. Скаловаря что упало? Убираем деньги. Ну и, пожалуй, на этом все. Здесь, да? Здесь больше ничего не найдем. Ну что ж, можно отправляться в Кассардис. А, еще что мне там парень говорил? Северный лес, что можно пойти поговорить с тем стариком вечно живущим. Но мне, наверное, это сейчас не очень интересно. Нет, 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 я перепутал. Я не хотел в Кассардис. Я хотел в Гранд Сарен. Но немного промахнулся. Впрочем, если я хочу просто распродать барахло, то почему бы сделать это не здесь, передохнув в своем родном городе, с которого все начиналось. Но уже в следующей серии мы рванем все-таки в Гранд Сарен и продолжим нашу основную квестовую линию. Еще там с охотой на драконов надо разобраться. Поэтому пока что, наверное, все. Тебе, зритель, спасибо за внимание. Оставайся на канале и до скорых встреч. Пока.